Этот год был богат на значимые события. Безусловно, главное место в этом ряду занимает начало специальной военной операции российской армии. Дагестан с самого начала принял активное участие в поддержке СВО. Это и многочисленные гуманитарные акции, и участие уроженцев республики в самой спецоперации. Но 2022-й запомнился не только этим. Было еще много заметного и важного. Это и поправки в Конституцию, и кадровые перестановки в правительстве, и, конечно же, отставка махачкаринского мэра. Хронологию событий по степени важности собрала наш корреспондент Патимат Ханапова. Она же выслушала и мнение экспертов. Широкий общественный резонанс вызвали поправки в Конституции Дагестана. В частности, вопрос территориальной целостности региона, за которую, согласно изменениям, больше не будет отвечать глава республики. Депутаты и чиновники твердили, что беспокоиться не о чем. А вот журналисты и эксперты в этом были не совсем уверены. Для обсуждения вопроса было проведено заседание в общественной палате. На встрече ход стороны и договорились учесть замечания и пожелания экспертного сообщества. По итогу к активистам никто не прислушался. Эмоциональная реакция наших общественников на поправку Конституции, в общем-то, вполне объяснима была, потому что этому предшествовали, во-первых, попытки проведения делимитации границы между Чечнёй и Дагестаном. Были споры вокруг этого довольно активные и эмоциональные. Ну и вопросы территории вообще в целом достаточно остро воспринимаются всеми дагестанцами и не только, так сказать, между субъектами Российской Федерации, но и внутри даже у нас тоже. Поэтому объяснить можно, но по большому счету она, эта реакция, эмоциональная реакция, и причем и ответная реакция некоторых представителей власти тоже была эмоциональная реакция, я считаю. Но она, в общем-то, несколько была преувеличенной и при более таком, что ли, тщательном анализе, в общем-то, понятно было, что гарантии прав дагестанцев на территориальную целостность, они достаточно обеспечены другими статьями Конституции и не обязательно той статьей, которая, так сказать, убиралась. Как итог, разногласия возникли только между властью и обществом. Депутаты Народного Собрания, республики, которые должны были решить судьбу Дагестана, оказались в большинстве своем за изменения. Территориальная целостность государства – это принцип международного права, по которому территория государства является неприкосновенной от посягательств со стороны других государств. И никакого отношения к изменению границ субъектов Российской Федерации, в том числе и республики Дагестан, не имеет. Еще один важный аргумент. Согласно статье 57 Конституции республики, территория республики едина. Ее границы не могут быть изменены без, это важно, без воли изъявления ее многонационального народа. Вопрос территориальной целостности региона в зоне ответственности федерального центра – это, пожалуй, был единственный железный аргумент сторонников принятия поправок. Дело в том, что согласно Конституции Российской Федерации, статья 67, в ней говорится о том, что вопросы территорий, субъектов Российской Федерации являются исключительным полномочием федеральных органов власти. Это был такой железный аргумент. Да, это железный аргумент, в общем-то, и он достаточно серьезный. Но в то же время там заложено, это в части первой сказано, да, а в части третьей там написано, что изменения границ между субъектами Российской Федерации, они возможны только со взаимного согласия сторон. Пожалуй, одним из самых главных кадровых решений года стал уход Салмана Дадаева. Махачкалу городоначальник возглавлял с января 2019 года. Отставку Салмана Дадаева неофициальные источники предрекали уже давно. Эти слухи усилились после того, как 21 ноября стало известно об уходе из правительства Дагестана по собственному желанию вице-премьера Резвана Газимагомедова. Через неделю предположения таки подтвердились. Салман Дадаев перешел на работу в одну из префектур Москвы. Завершил чиновник свою карьеру в столичной администрации с символичной встречей с общественниками. Активистам он вручил красную папку с перечнем участков, которые мэрия отсудила у незаконных владельцев. Сейчас закончилась встреча у нас с Салманом Кореевичем, уходящим мэром. Он нам, активистам город наш, передал очень важную, грандиозную папку. Здесь перечень всех участков, которые администрация смогла отсудить у незаконных владельцев. И это наследие, которое мы будем хранить и беречь. И мы будем отслеживать судьбу каждого из этих участков, чтобы не получилось так, что эти участки опять ушли от гаража. Спасибо большое за наследие, мы будем следить на страже. Очевидным долгое время было явное противостояние мэра с главой республики. Салман Дадаев заметно чаще любого местного чиновника становился объектом публичной критики Сергея Меликова, в чем, собственно, в конце признался и сам. Мне, для кого не секрет, у нас разные взгляды с государственной судьбой на последний год. И в данной ситуации приоружение составляет граждан. Временно исполняющим обязанности назначен Резван Казимагомедов, который до этого утвердили на должности одного из заместителей мэра Махачкалы. Резван Угадимагомедову 61 год. Он уроженец села Арчо Ахварского района. До недавнего времени занимал должность вице-премьера Дагестана. Ранее возглавлял гурсобрание депутатов Махачкалы и Министерства промышленности республики, а также работал советником министра России по делам Северного Кавказа. Опыт хоть у градоначальников разный, но новый мэр, как и предыдущий, начал с того же. С ревеси всех стройк Махачкалы работы по возведению объектов были сразу же приостановлены. Тема видимой борьбы с незаконными строительствами в столице уже становится традиционной. Вот это будок, вот эти кафе, пристройки, все остановите, пока не ревизировали. У всех документы проверят. Прямо сейчас остановят. И все стройки проверьте. Дайте мне этот рейср, последние месяца два что дали. Ни одна стройка сейчас без ревизии не пойдет. Хорошо? Пока, по данным экспертов, сложно делать выводы о том, в каком направлении будет работать Резван Газимагомедов. Но, по их словам, очевидно, одно новый городоначальник может оказаться в заложниках той высокой пиар-планке, которую задал экс-мэр. Я думаю, пока, в принципе, только, наверное, у Резван Газимовича сформировалось представление относительно самой ситуации в городе и ревизии того, какой есть общественный запрос. Но вот проблемы начнутся тогда, когда он приступит к реализации. Ему будет сейчас очень сложно. И есть несколько конкретных, очевидных причин, почему Казимагомедову будет достаточно сложно реализовать. Первое. При всех особенностях предыдущего мэра удалось задать высокую планку самопрезентации и презентации работы города. И если Резван Газимович будет идти по этому же пути, его, а так как от него ждут немножко другие, у них разные стили работы будут. И поэтому, если он продолжит такой же стиль работы, его люди, которые знают реальную работу, будут обвинять в популизме и самопиарстве. Если он это запустит, пропустит и начнет делать просто молча свою работу, остальная часть населения, которая не совсем понимает особенности работы муниципальных служб, будет думать, что он ничего не делает и будет требовать, ну, так сказать, шоу. Дагестан. Дагаджи Магомедова, Исидулы Абачева, Энвера Набиева, Руслана Курбанова и Исрафила Магомедова навсегда войдут в историю, как образец мужества и стойкости духа. Ватимат Ханапова, Мурат Бехбарзов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Итоги года. Ну а что же запомнилось в уходящем году простым жителям республики и чего они ждут от года предстоящего? Это узнавали наши корреспонденты на улицах столицы. Какое событие больше всего запомнилось в уходящем году в республике? Вот видите, парк какой. Сделали хорошо, приятно. Как было, а сейчас как. Видите, как хорошо здесь. Еще нужно, дороги еще нужны. Есть окраины, которые не доделали, не сделали. Вот это. Центр делают, а вот окраины остались. Запомнился Мавлит недавно, религиозный, который был в сентябре еще. И на площади собралось очень много людей. Была праздничная религиозная музыка, и это оказало очень хорошее впечатление на многих. Мне запомнилось благоустройство Картмасова, так как я здесь живу и постоянно здесь прохожу, и вижу, как здесь все красиво. У нас уходящий год, не знаю, но, по крайней мере, чище стало. Плитка везде появилась, асфальт много проложили. Да, убирать стали лучше. Это радует. Вообще мне понравилось нынешнее руководство Муфтията. Они очень объединили мусульман Дагестана. И, кстати, при них и Евтары стали более активны и широко проводиться. Поэтому, на самом деле, они молодцы. Очень много в этом плане работы делают. При этом они не декларируют свою работу, не проводят такой рекламы. Просто проводят тихо эту работу, и всем это нравится. Даже когда Васильев был руководителем, он даже отмечал их работу тогда. А сейчас они вообще, вот этот новый духовный центр, который там вместе с Рабелем Валя, они очень хорошо тоже проводили. Это начало СВО, присоединение новых регионов. Запомнился пояс Ислама Махачева, ну и пояс Усмана Нурмагомедова. Для нас это как бы, как Хабиб Нурмагомедов поставил это, можно сказать, на поток. Мне кажется, многие так и не заметили этого, но для меня это самое такое важное событие. Наверное, в политической, экономической, той же спортивной жизни республики было много, да, таких эпизодов, которые важны для региона. Для меня лично это. Ну и, наверное, возрождение Динамо, потому что все-таки футбол в Дагестане любят. После Анжи нам не хватало этого большого футбола. Сейчас он есть, и я как болельщик рад именно вот таким событиям. Не знаю, празднование дня города было неплохое. Тут были кони на площади, мы как раз связаны с конным спортом, поэтому... Изменения в городе, прежде всего. Вот красиво улицу сделали. В плане республиканских новостей, ну, в плане новостей, касающихся в целом России, это, конечно, специальная войная операция, мобилизация. Больше негатива было, поэтому хочется, чтобы закончился этот год побыстрее. Начался Новый год с более положительными новостями. То, что устроили парки, сделали красиво. Вообще дороги сделали, обустроили город очень хорошо. В этом году много изменений было в нашем городе. Мне очень сильно понравилось то, что постарались для нашего города. Мы запомнили в этом году, в уходящем году, юбилей Фазу Алиевой, Народной Пойтесы Республики Дагестан. День города, празднование дня города, города Махачкалы. СВО и мобилизация. На вечер два на площади. На площади массово, это первый раз в истории. И с того момента, как я живу в Махачкале, это первый раз такое тоже было. А я здесь 2002 года.